В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Главной темой уходящей недели в Ненецком округе можно смело считать ситуацию с бюджетом региона на 2016 год. Он продолжает оставаться напряженным. Расходы превышают доходы. Госдолг составляет 4,6 млрд рублей. Таким образом, достигнув своего предела. Главная причина, по которой образовалась такая дыра – недополучение налогов. Для того, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность, Ненецкий округ ведет переговоры с Министерством финансов в части согласования параметров бюджета. Об этом журналистам в ходе пресс-чая рассказала вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. На сегодняшний день выпадение доходов составляет 30%. Сумма для субъекта серьезная, это признал и Минфин. Сейчас решается вопрос, как помочь Ненецкому округу, так как ранее регион не получал дотации с федерального бюджета. Риск невыполнения доходной части бюджета округа в 2016 году – 4,2 млрд рублей. Поэтому до конца года власти региона будут вынуждены почти полностью отказаться от финансирования инвестиционной составляющей и ряда других расходов. Исключение составят проекты, финансируемые совместно с федерацией. Но даже в этом случае к концу года Ненецкий округ подойдет с кредитовской задолженностью, отметила Татьяна Лагвиненко. При этом по традиции январь и февраль являются самыми бедными месяцами с точки зрения налоговых поступлений. Поэтому ситуация крайне тяжелая. Больше кредитов у нас уже нет возможности взять. Что у нас получается, мы пределы сейчас стекаем. В этом году очень сдержанную кредитную политику вели. Мы в течение всего года выбирали коммерческие кредиты в самый последний день. До этого выбрали обязательно бюджетный кредит казначейский под 0,1%. Но 331 миллион сэкономили на госдолги. Все-таки за счет того, что мы весь год заперекручивали. Надежда остается на помощь из федерального бюджета. Для этого проводится работа с Министерством финансов. Мы никогда не обращались. У нас нет ни в одной строчке федерального бюджета, нигде. Поэтому там есть разные варианты. Плохо то, что если бы у нас была ранняя дотация, когда все ее получали. Чукотка, другие. Когда все были в кризисе, они все, в принципе, попали на дотацию. Мы жили хорошо на нефтяных деньгах. Сейчас, когда пришло время говорить, что у нас впадение больше 30%, нам бы надо помочь, потому что мы сами не справимся. Мы реально доказали то, что мы сами не справимся. Параллельно с работой в Минфине администрации округа ведется работа по формированию окружного бюджета на 2017 год. Внести в собрание депутатов проект закона, который определит для региона финансовые правила на ближайшую перспективу, необходимо до 15 ноября. В случае неполучения федеральных средств казна региона будет выглядеть так. Предварительно собственные доходы без учета безвозмездных поступлений с федерального бюджета составят 10 миллиардов 800 миллионов рублей. Следовательно, расходы должны быть ограничены суммой примерно в 12 миллиардов. Для сравнения, в нынешнем году даже после всех сокращений расходы составляют 16,9 миллиарда. Поэтому, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, в следующем году бюджет будет еще более напряженным, чем в 2016 году. Существенное выпадение доходов связано с объективными обстоятельствами – снижением доходов от выполнения соглашения о разделе продукции по проекту «Харьягинское месторождение» и снижением доходов от налога на прибыль. В этом году казна региона недополучит от Харьяги внушительную сумму. Пока поступления составили 700 миллионов рублей. В ноябре ожидается еще одно поступление – чуть более 1 миллиарда. То есть всего регион получит около 2 миллиардов рублей. Такая же сумма поступлений будет заложена и в бюджет 2017 года. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы. На пике в 2014 году поступления от Харьягинского СРП составили до 7 миллиардов долларов. Недополучение идет и по налогу на прибыль сконсолидированной группы налогоплательщиков. Стабильно округ получает налог на имущество организации. По итогам 2016 года он составит 5 миллиардов 300 миллионов рублей. «Медфинам отмечено, что по остальным источникам мы проработали неплохо. У нас неплохой прилив и по НДФЛ, и по налогу на имущество организации. Поэтому здесь, как у других субъектов, тоже есть совпадение. У нас фактически хромают два источника. Это налог на прибыль КГН, ну и СРП тоже вместе. Это все нефтяники. У нас крупные налогоплательщики, в принципе, подвели. Вот она нефтезависимость от крупных. Это фактически проблема многих субъектов, ну почти всех». Экономика Нейнского округа сильно зависит от нефтедобычи. В 2015 году 98% от общего объема инвестиций составляли инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности добычи полезных ископаемых. Поэтому сейчас делается упор на развитие малого и среднего бизнеса. Но перемены не произойдут за месяц и даже за год, отметила Татьяна Лагвиненко. Значит, параллельно нужно продолжать работу по повышению инвестиционной привлекательности региона, привлекать вокруг новых инвесторов. Инвестиции сегодня – это развитие региона и, в частности, поступление налогов завтра. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Один из объектов, софинансируемых совместно с Федерацией, – это дорога на Усинск. Без федеральных вложений в строительство 15-километрового участка Нейнский округ смог бы построить только полтора километра трассы. В текущем году на строительство четвертого участка автодороги регион привлек 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено 44 миллиона. Об этом сообщил заместитель губернатора НАУ Алексей Еремеев. Также он отметил, что работа по привлечению средств со стороны федерального центра будет продолжена. Данный объект начал реализовываться более 20 лет назад. Финансирование было, в первую очередь, скорее всего, на нефтяники, потому что это была в большей степени для них дорога интересна. Так как и стало интересно для них, точно так же стало интересно и для округа. Эта дорога дает именно развитие региона. И в нулевые годы была приостановка строительства этой дороги, потому что федеральное софинансирование отсутствовало. И сейчас мы возобновили этот проект при том же условии, что появляется федеральное софинансирование. Как показательный момент, в этом году финансирование федерации составило 479 миллионов, а деньги округа всего 44 миллиона. Это даже менее 10%. Можем немножко рассказать о том, сколько стоит эта дорога, сколько она будет строиться, какой период, и сколько денег бюджетных по годам в этом году? То есть мы направили 44 миллиона, и сколько еще нужно будет? Основное строительство дороги – это 80 километров, которые еще не построены. Порядка 80-90 километров, которые уже построены, но они эксплуатируются более 10 лет. Этот участок к окончанию строительства нужно будет капитально реконструировать, подводить уже под изменившиеся нормативы, новые требования по эксплуатации. На данный момент 80 километров, которые не построены, разбиты на 4 участка. Первый участок начинает от Наринмара и двигаясь в сторону Хариагинского месторождения. Мы в прошлом году приступили к реализации 4 участка. Протяженностью 15 километров финансирования 2015 года было 516 миллионов. Из них 347 – это финансирование Федерации, 168 миллионов было потрачено окружных средств. Когда мы показали качественное выполнение своих денежных средств, Федерация увидела в нас достойных партнеров, с которыми можно работать. И показательный пример, что в этом году, если процент отношений брать, Федерация увеличила свою долю финансирования. Надеемся, что мы продолжим этот темп, который мы взяли, и в 2016-2017 годы дальнейшие. Сейчас говорить о конкретном сроке сдачи объектов эксплуатации сложно, понимая именно бюджетную составляющую, что у нас очень сложно в целом и по стране. Ситуация не очень хорошая складывается к бюджету. Надеемся, что мы все-таки исправим эту ситуацию. То есть мы можем говорить, что в следующем году мы снова получим федеральные деньги на эту дорогу? Об этом можно смело говорить, потому что мы заручились поддержкой президента нашей страны, где есть четкое распоряжение о выделении софинансирования на данную дорогу, на весь период строительства. Но о каких-то конкретных цифрах речь не идет? Конкретной цифрой речь не идет, она при наступлении отчетного периода эта цифра корректируется. Вот, как пример показательный, в прошлом году было меньше, в этом году уже больше. Как мы освоим в этом году, зависит и в следующий год, сколько будет выделено, какой объем финансирования поступит для реализации данного проекта. Главный вопрос, который волнует сегодня всех, у нас очень сложная ситуация с бюджетом. И многие, не понимая всего того, что вы сейчас рассказали, говорят о том, что зачем нам эта дорога, мы вкладываем в нее огромные средства, а денег в бюджете нет. Не понимая того, что львиная доля расходов – это все-таки федеральные деньги. Так вот, что даст эта дорога субъекту, для чего она нам нужна? Мы единственный практически регион в России, который не имеет постоянного одноземного сообщения с большой землей. И для решения этой задачи, почему президент заручил своей поддержкой реализацию данного проекта, чтобы было постоянно круглогодичное именно наземное сообщение. Во-первых, это даст у нас круглогодичную поставку материалов, продуктов питания, и регион получит действительно толчок для развития. И здесь люди, которые говорят, что для чего нам эта дорога, я думаю, что они недальновидны в дальнейших планах. Мы, во-первых, строим это не для себя, а для наших детей, для наших потомков, которые будут здесь жить и развивать этот регион дальше. Потому что он интересен для всей России. Сейчас также акцент очень делается на развитии Арктики, а мы как раз сомневаемся арктическим регионом. В общем, перспективы для проживания здесь очень большие. С учетом того, что здесь планируется именно серьезное развитие. Рекомендации обязательные к исполнению. Глава региона Игорь Кошин обратился к главу муниципальных образований, руководителям департаментов и главным распорядителям бюджетных средств. Губернатор определил первоочередные задачи, решение которых должно пройти в кратчайшие сроки. В случае неисполнения, отметил Игорь Кошин, будут приняты серьезные решения. Главы муниципальных образований округа до 18 октября текущего года должны были представить предложения по двум направлениям деятельности. Снижение уровня безработицы на селе и по увеличению собственных источников доходов. На сегодняшний день средств не хватает. Несмотря на это, предложения от муниципалитетов поступило немного. На сегодняшний день, хотя сегодня уже не 18 октября, информацию не предоставил нам. Муниципальное образование поселка Амберма, видимо, нет проблем ни с безработицей, ни с заходной частью. Поэтому в управлении финансово просьба на это обратить внимание. Коткинский сельский совет, тоже все в порядке, видимо. Картский сельсовет, Тельвисточный сельсовет, Тиманский, Хариверский и Хасида-Харский. Поэтому, коллеги, с такой исполнительской дисциплиной не удивляйтесь, когда увидите процент на содержание. Ничего личного, чтобы потом не было у нас удивления. К поручениям, отметил Игорь Кошин, относиться надо более ответственно. Бюджет текущего года сложный. Сложным будет и бюджет 2017-го. Все зависит от цены на нефть. На сегодняшний день она низкая. Предпосылок к росту пока нет. Если кто-то считает, что у нас доходных источников нет в силу каких-то других причин, посмотрите ситуацию по Хариверскому СРП. Если мы на пике получали до 7 миллиардов долларов, в этом году, дай бог, чтобы мы 2-2,5 получили, да, Татьяна Павловна? Чтобы сверстать бюджет следующего года, отвечающий реальности в кратчайшие сроки, по поручению главы региона в округе должна быть создана специальная комиссия. В нее войдут представители департаментов, депутаты и общественники. Параллельно с этим необходимо решать и проблему с безработицей. Она реально существует, несмотря на то, что вакансий больше, чем официально зарегистрированных безработных. Много рабочих мест предлагают нефтяники. Но по некоторым причинам жители округа на существующие рабочие места не берут. На сегодняшний день на постоянной основе в компаниях недропользователей, расположенных на территории округа и здесь же ведущих свою деятельность, работает порядка 11,5 тысяч человек. Из них всего 300 человек – местные жители. С начала года в нефтяные компании трудоустроено всего 76 человек. Та же проблема и в строительной отрасли. Мы убеждаемся по каждому муниципальному, нашему образованию, по каждому поселению, большую часть тех работ, на которые мы тратим собственные бюджетные средства, большую часть этих работ выполняют приезжие компании, которые обходятся привозной рабочей силой. Мы сами профукиваем свои же рабочие места. Поэтому просьба при планировании работ и по заполярному району, и по строизаказчику, все-таки смотреть, чтобы выходили наши компании с привлечением нашей рабочей силы. Я понимаю, что это сложно довольно-таки сделать, но здесь просьба к тому же Северо-ЖИКУ по населенным пунктам, что они будут принимать участие и в ремонтных работах, и в содержании тех же дорог, и так далее, и тому подобное. Здесь убежден Игорь Кошин, образовательным учреждением региона необходимо готовить свои кадры. Усилением в этой части должна заняться комиссия по занятости населения совместно с представителями Департамента образования. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Регионы России готовы к зиме на 90%. Отопительный сезон успешно начался в 73 субъектах. Все они смогли воспользоваться правом начать отопительный период до холодной недели. Об этом на Всероссийском селекторном совещании сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис. В Нинницком округе большая часть работ по подготовке к осенне-зимнему периоду также выполнена. Осталось принять несколько котельных, очистные сооружения и завершить работы по теплотрассам. Не снижать контроля и быть готовым к сложным ситуациям. Обращаясь к коллегам, Андрей Чибис сказал, что подготовка к зиме должна быть системной, а это значит, к зиме должны быть готовы все службы и ведомства. Это подчеркнул и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании с Кабинетом министров. По данным Минэнерго и Министерства строительства, работа завершена по всей России. Дома, котельные, тепло- и электросети, водопроводы в целом к холодному периоду готовы, где необходимо проведены ремонтные работы. В результате аварий стало меньше. Необходимые запасы топлива также созданы. То есть, в целом, картина позитивная. Но есть ряд отстающих регионов. Их руководители должны сделать все необходимое для окончательной подготовки жилищно-коммунального хозяйства к холодам. В числе регионов, завершающих подготовку к холодам, Ненецкий округ. По данным профильного департамента, на сегодня в регионе подготовлены все 48 котельных и 3 очистных сооружения. На 100% выполнены работы по подготовке водозаборов, канализационных сетей, газопроводов, электрических сетей. Объем выполнения задания по тепловым сетям региона составляет 99%, водопроводным сетям – 98%. В муниципальных образованиях округа сформированы перечни объектов, которые необходимо подготовить к отопительному сезону. Все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду к 15 ноября. Учреждения у нас к работе в осенне-зимнему периоду все приняты. Паспорта готовности всем учреждениям организациям выданы. Документы наши направлены в Ростехнадор. Ждем от них ответа. Все учреждения готовы. Все отопительные сезоны начали с 1 сентября. Везде уличное освещение включили. У нас нет центрального отопления. Везде готовы. Все учреждения работают. Везде тепло. Новый ФАП не запустили, но там еще работы не сданы. Приедут с ним принимать в начале ноября. В этом году примут, надеемся. И два жилых дома тоже не видя на еще восклотаде тоже принимать будут в ноябре, надеемся. В сентябре в регионе успешно завершился завоз топлива в труднодоступные районы округа. За период навигации в поселение доставлено порядка 21 тысячи тонн каменного угля, почти 10 тысяч тонн дизельного топлива, более 100 тонн масел и смазок, 70 тонн бензина и более 11 тысяч кубометров дров. В текущем году на подготовку к зиме, в том числе на поставку топлива, было направлено более 900 миллионов рублей. Объемы у нас, в принципе, они такие же, как в прошлом году. Есть небольшое, незначительное снижение. В том числе это касается и организационных мероприятий, которые проводятся на предприятии «Север-Желкомсервис» на их объектах. Особых проблем не возникло. Весь объем топлива был доставлен населенным пунктом в соответствии с утвержденными графиками. И никаких сбоев, как бы, особых не наблюдалось. Готовятся к зиме и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Владимир Пучков провел селекторное совещание с регионами. Обращаясь к своим коллегам, глава ведомства акцентировал внимание на оборудовании ледовых переправ, обеспечении транспортной доступности к удаленным поселениям и работе с населением. Региональным службам необходимо следить за прогнозом погоды и проверить готовность аварийно-восстановительных бригад и наличие расходных материалов. Также под контролем должны находиться автодороги. Мы прекрасно знаем потенциально опасные участки. Организуйте их прикрытие. Должны работать дорожные службы. Должны работать подразделения безопасности дорожного движения. Должны работать пожарно-спасатели и другие подразделения. Каждый километр федеральных, региональных автомобилей трасс в этот переходный период должен быть прикрыт двойными комплектами всех реагирующих подразделений. Быстро реагировать на чрезвычайные ситуации необходимо и воздушным гаваням. Готовность к зиме Нарьенмарского аэропорта подтвердила комиссия Архангельского межрегионального территориального управления воздушного транспорта. Она проверила здания и сооружения аэропорта, наземное оборудование, средства механизации, резерв реагентов и противообледенительной жидкости. Спецавтотранспорт прошел необходимое предсезонное оборудование и подготовлен к эксплуатации. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». И на этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова